Закон Яровой Закон Яровой Проводились теракты и все остальное, не факт, что это поможет защитить. Кто-то на кого-то обидится, кому-то заплатит и воспользуется этой базой данных. Это скажется и в ценах на сотовую связь, потому что идут затраты на технологии. Очередной способ ободрать население. Личное пространство должно быть. По конституции у нас добавлена тайная переписка. Личное пространство, зачем мне повторяться, зачем кому-то знать о том, что я иду в туалет, или я с кем-то встречаюсь и так далее. Вы об этом в соцсетях пишите, да, прям? Я это все считаю театром безопасности, то есть надо теракты по-другому предотвращать. Возможно, если бы люди были умнее, они бы придумали другой способ. Профилактические какие-то действия. Профилактические посадки в тюрьмы, допустим. Нет. Если от нуля до десяти оценивать уровень доверия спецслужбам, где, короче, ноли, это такое, ну, страх и неуютное состояние, а десять это прям полное доверие, что они молодцы. Сколько поставили бы? Четыре, наверное. Четыре? Ну, думаю, да. Четыре. Четыре. Четыре, там, три вот так вот. Троечку где-то. Пять. Пятерочка. Пять. Пятерочка. Наверное, пять. Тоже где-то так. Пять, шесть. 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 Семь. На семь, наверное, с половиной. Семь с половиной. Семь. Семь. Восемь, восемь, чё? Я на семь. Восьмерку, наверное, поставил бы. Восемь. Три. На два. Восемь, девять. Семь. Восемь, наверное. Двойку. Один. Семь. Семь. Вы прям похоже за ответили. А вы боитесь общаться? Или вот прям, ну, любые темы можете обсудить? Нет, конечно, не любые. Не любые, да? Какой это за тема примерно? Отличная. Не знаю даже. Личная. Еще не того, что какой-то ФСБшник все равно читает, да? Вам не дает покоя, да? Который всего, да? Как подруга. Я просто не пишу и все. Я не активный пользователь. Привки, ок. Пока-пока. Ну, почти. Это уже привычка. И бояться нечего. Могу любую тему обсудить и прямо-то не боюсь, что это куда-то попадет. Я все честно не очень-то стеснях, потому что я знаю, что есть люди хуже меня. У них переписки будут еще хуже, так что. Еще хуже вашей? Да. Моя жизнь мало кому интересна. Я пока что не занимаюсь терроризмом. Пока что не занимаюсь терроризмом. На какие темы вы стараетесь бегать, как бы, разговоров? Политический, феминизм, ЛГБТ-сообщество, вот это вот. Потому что если вяжешься, ты оттуда не выйдешь просто. Да, бывает, потому что я знаю, что это отслеживают. И если я совершу какое-нибудь противоправное действие, то все, что я оставлю за собой в интернете, можно использовать против меня. Если мемасик какой-нибудь смотрите, ну вот, и вот кнопка репост, и вот так пальц заносите и думаете, что делать. Вообще я не репощу ничего. А ссылки? Боитесь ссылок? Нет. Не боитесь? Ну, кстати, потому что в другом городе посадили человека из храненки, да, после этого боишься, что любили репостить. Ну, это крайне. Естественно, я репост на Навального, меня посадят. Я часто скажу про Навального, меня могут посадить. Я больше боюсь принести... А, нет, я ничего не боюсь принести. А, передумали, да? Да, да. Приедут, не приедут, но то, что что-нибудь начнут там, поэтому и не пишем. Зная, какая ситуация может быть, надо просто думать головой. Рейтинг доверия спецслужбам вы видите на экране. А с вами был я, Мирка Здравич. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok